Добрый день, друзья! С вами Ольга на своём канале Садовые Развлечения. Решила снять ролик про огурцы и в начале ролика показать персик, который у нас весной цвёл. Было первое цветение. За всё лето я его ни разу не показывала. Вот это вот Коллинз, который он вымахал больше двух метров. И он там вдалеке Киевский ранний. Напомню, что в этом году он у меня зацвёл, Южный Урал. Как говорится, радость была большая, что цветёт розовым цветом. Но так как первое цветение, он всё-таки осыпался. Будем ждать следующего года. Персику третий год. Он прекрасно перезимовал. И вот так вот выглядит. Листочки все здоровенькие, не болеют. Очень много дал боковых веточек. И вот новая вот эта вот поросль. Прямо молоденькая она, зелёненькая. Вот так вымахал за лето. Просто молодец. Выше-выше моего роста. Вот отошла подальше, чтобы было видно, какой он просто стал роскошный. Вот такой вот красавчик просто. Коллинз. Вот такой вот быстренький мой цветник после дождя. Но всё равно он прекрасен. Каких только у меня тут цветочков нету. Вот так после дождя, но всё равно красота. Вот наконец-то попали в мою теплицу огуречную. Ролик вот хочу сегодня снять именно на эту тему. Два сорта у меня. Маша. Гибрид и Мелс. Оба сорта я сажаю. Уже не первый год. Очень нравится. Вот сейчас собрала огурчики. А потом думаю, дай-ка я быстренько ролик сниму. Вот такие вот огурцов просто видо-дима невидима. Вон они вот прям пучками растут. Это вот Маша. Собираю каждый день. Прям вот очень много огурчиков. Формирую в один стебель. И вот сейчас вот они уже разрослись, конечно. И я думаю, нужно их обрезать. И напомнить, что вам тоже, кто ещё не сделал, это нужно сделать. И может быть я кому-нибудь буду полезна. Вот такой небольшой обзор. Этих красоток. Ну просто в этом году всего завались в саду. Зима была тёплая. Заморозка не было. И всё вот просто пышет и растёт. Огурцов, ну просто видимо-невидимо. Они уже полезли на крышу. Как говорится, нам это не нужно. Вот такие вот небольшие отрывки с разного участка моего огуречного сада. Моей огуречной теплицы. Ну прям очень-очень-очень-очень-очень много огурчиков. Для того, чтобы их было ещё больше, нужно вот эти вот нижние листья обязательно удалить. Вот я уже начала вот здесь вот обрезать. Уже не первый раз я это делаю. Однозначно за лето. Чем хорош этот способ? Что вот все больные листья, они удаляются и дают жизнь новым листикам. Вот внизу уже растение от плодоносила. И, как говорится, пусть будет проветривание. Не устаю поражаться и удивляться, восхищаться сортом Мелс, который даёт 400 огурчиков за сезон. Вот если вот сюда вот залезть, вовнутрь, их тут просто, видимо-невидимо. Я отвечаю, что реально их будет 400. В прошлом году, правда, у меня был Мелс гладенький. В этом году вот я заказала по интернету Мелс. Вот такой вот пупырчатый уже идёт. Вот это Мелсики. Такие корнишонки. Они пригодные для засолки. А какие они вкусные в салатике. У-у-у, вообще. Выращиваю второй год. На следующий год обязательно посажу их. Вот это Маша тоже такой обалденный огурец. Такой стройненький, такой красавчик просто. Невероятное количество просто огурцов. Невероятное. Вот я уже раньше обрезала снизу. Сейчас продолжу. Ну, главное правильно сформировать огурец. Я просто научилась этому. То есть первые три завязи я обрывала, когда только огурец начинал подоносить, для того, чтобы развивалась корневая система. Боковые побеги снизу все отрывала. Ну, а потом стала оставлять. Потому что уж больно сильный огурец. Можно вот здесь вот прищепнуть его. Столько огурчиков, мама дорогая. Подкармливала я огурцы свои. Растворила золу в бочке. Прям ведро золы в бочку высыпала, размешала. И потом золой этой поливала. Ну, и, конечно, земля изначально перегноя очень много на огурцы. Но вот зола мне реально понравилась. Все равно, мне кажется, оно сделало свое дело. Огурчиков сколько. Со всех вот сторон подхожу. Со всех, со всех. После того, как я обрежу вот эти вот листья все, у меня получится вот такой вот голый стебель. Тогда можно растение будет отвязать, опустить огурец вниз, и верхушка будет по новой расти. Ну, я в этом году огурцы довольно поздно посадила. Если по правде говоря, они у меня еще вообще зелененькие. Только-только доходят вон до потолка. Ну, вот их уже нужно опускать. Как я опускала, есть ролик в прошлом году. Прям во всех подробностях, как я это делала. Просто сегодня я хочу напомнить, что не забываем обрезать все листики, чтобы листики были здоровые. И чем этот способ хорош? Что вот эти все больные листья, если вдруг они присутствуют на огурцах, нужно огурец просто-напросто омолодить. Если вот у меня есть, посмотрите, больной листик, я, естественно, его сейчас обрежу, и у меня будет здоровое растение. с хорошим, здоровым листиком. Ну, все, девчата и мальчишки, формируем огурец правильно. Давайте дадим новую жизнь нашему огурчику. Ведь неизвестно еще, какое будет лето. Возможно, она будет теплая и длинная. И пусть наши огурчики плодоносят. Итак, если наши огурцы доросли до верха теплицы, нужно огурец спустить вниз. Опустить эту ветку, она становится как проволока. Не сломается, не бойтесь. Ветку без листьев, вернее стебель без листьев опускаем вниз, закручиваем его, смотрим ролик прошлого года в подробностях, и ваши огурцы будут плодоносить до поздней-поздней осени. Всем больших-больших удач! До скорых встреч! Продолжение следует...